Приветствую, друзья! Представьте себе, что новости недалекого будущего будут звучать приблизительно так. ЧВК «Поток», «Пламя» и «Факел» сумели отбить атаку личной охраны Кадырова и подразделений Росгвардии на северном направлении. Тяжелое положение сохраняется на полуострове Ямал, есть угроза окружения Тамбейского месторождения. Ну или... Неожиданная переброска ЧВК «Редут» под Челябинск не позволила батальону «Урал» сохранить контроль над Михеевским ГОКом. Однако задействование основных сил ЧВК «Редут» на Южном Урале позволило ЧВК «Конвой» совершить захват арт-кластера в районе Крымского судака. Звучит дико, не правда ли? Но поверили бы вы, если бы вам пять лет назад рассказали сегодняшние новости, что Путин не просто нападет на Украину, не просто аннексирует часть украинских территорий, а то, что, например, важной ударной силой войны станет частная военная компания его судимого повара. Что воевать будут заключенные и за деньги, а глава ЧВК будет матом орать на министра обороны. Что в этот спор, если матерную ругань на армейское командование можно назвать спором, влезет Кадыров, предлагая заменить бандитов повара своими бандитами. Вот все это показалось бы бредом даже в 2018 году. Но сегодня это реальность. А еще одна реальность, что частные военные компании начинают создаваться повсеместно. Газпром создает свои частные военные компании. ЧВК Редут связывают, например, с компанией Геннадия Тимченко. Есть своя ЧВК у главы аннексированного Крыма. Есть информация о ЧВК со владельца трансмашхолдинга Бокарева и его бизнес-партнера Искандера Махмутова. А владельцу русской медной компании Алтушкину приписывают свой батальон в составе Министерства обороны. Да даже РПЦ подумывает о создании своей частной военной компании. И это не считая, собственно, ЧВК Вагнер, личной гвардии Кадырова, национальных и территориальных добровольческих военных подразделений. Это все выглядит как провалившееся государство. Термин которым характеризуют страны типа Сомали. Страны, где власть полностью утратила контроль над главной монополией государства. Монополией на насилие. Понятно, почему это произошло. Путин, как обычно, решал свою тактическую задачу. Ему нужна была война в Украине. Но он не ожидал сопротивления. И плана Б у него, как всегда, не было. Ему пришлось срочно решать задачу. Вот как бы так воевать без тех жертв, которые бы могли настроить российское общество против войны. Выходом стали частные военные компании. Если в Украине гибнут не призывники и не кадровые военные, а наемники и за деньги, то обществу будет легче это принять. Ну, вот так они, наверное, размышляли. И обществу действительно это легче принять. Но у тактического решения появились стратегические последствия. В обмен на лояльность и вероятную смерть на фронте частным военным компаниям стали позволять невиданное до сих пор своеволие. Можно ругаться с министром обороны, крыть на чем свет стоит начальника генерального штаба, обвинять генералов в некомпетентности, требовать перестановку командования войсками и так далее. Начав войну, Путин обнулил весь налет цивилизации в стране. Он опустил все на голый фундамент силы. У кого есть сила, тот и прав, тот имеет право. А сила у частных военных компаний теперь есть. И дело не только в численности. Частные военные компании после начала войны это уже не люди с экипировкой и выучкой охранника супермаркета. Сегодня ЧВК имеют в своем составе не просто личное стрелковое оружие, но и бронетехнику, артиллерию и даже свои военные самолеты. Это люди, привыкшие смотреть в глаза смерти, привыкшие убивать и привыкшие решать все проблемы силы. Люди лояльные не стране, а тому, кто платит зарплату. Какова вероятность, что пройдя войну они просто вернутся в ту жизнь, из которой вышли? Собственно говоря, мы уже видим, как они возвращаются с фронта. И лучше всех эти последствия понимают сами представители путинской элиты. Пойдет, блядь, суши, они... Они... Пойдутся, перегожницы, будут опричники, будет, блядь, там, махновщина, блядь, будет пахать кинжалами, там, кувалдами. Я думаю, что, да, если в какой-то момент создание множества ЧВК было инициативой или заданием Кремля, то сейчас мотивация уже совсем иная. Я уверен, что почти весь крупный бизнес или почти каждый влиятельный региональный лидер будут создавать свои частные военные компании не для выполнения кремлевских заданий. Нет, это будет вопросом сохранения собственности и политического выживания. Развязанная война предельно обострила борьбу за ресурсы. Бизнес бежит из страны, доходы падают, экспортные ручейки сохнут, денег на всех не хватает. И в этой ситуации неминуемо наступает передел активов, передел собственности, передел влияния. Раньше для выживания была нужна крыша. Политическая, а еще лучше силовая. Прокурорская, ментовская, следкомовская. Ну или самая крутая, ФСБшная. Ну как я уже говорил, начав войну, Путин привел все ситуации к господству насилия. И теперь даже ФСБшную крышу перебивает своя частная компания. Перебивает пока не в прямом смысле. Но ждать силового сопротивления с ФСБшниками, думаю недолго, думаю их уже сейчас кончают по углам, как они кончают своих оппонентов. Пока без применения тяжелого вооружения. Пока. Для любого бизнесмена или губернатора уже в самом скором будущем гарантия сохранения собственности и свободы это не телефон чиновника из администрации президента. И не свой заместитель профильного министра. Единственная гарантия это количество штыков в подчинении. Я вам больше скажу. Если бы я вот сейчас был руководителем крупного ресурсного бизнеса в России, то наверное моим самым логичным и приоритетным бизнес решением было бы создание своей ЧВК. А иначе раздербанят. Но то, что на уровне крупного бизнеса или регионального князька является логичным и правильным, то для будущего страны является кошмаром и прологом к гражданской войне. К полноценной гражданской войне. Как после революции 17-го года. Мы уже сейчас видим, как хозяин ЧВК Вагнер Пригожин разговаривает с Министерством обороны с позиции силы. Потому что за ним несколько тысяч вооруженных и умеющих воевать бойцов. С позиции силы говорит Кадыров. И с Министерством обороны, и с Пригожиным. Потому что у него есть свои лояльные только ему вооруженные силы. Пригожинская ЧВК несколько месяцев ведет осаду Бахмута. Но те же позиции вроде бы хочет захватить и личная кадыровская гвардия. В агрессии против Украины принимает участие и созданная на базе службы безопасности Газпрома ЧВК поток. И мы уже видим сообщения о конфликтах и даже боях между собой, между принадлежащими разным хозяевам российскими ЧВК. Я начинал это видео с предположения, как могут выглядеть военные сводки будущего. Будущего, где разные ЧВК и личные гвардии воюют друг с другом за российские активы. И это будущее, я вам скажу, не вполне фантастично. Путин, например, любит вспоминать ужасные 90-е годы. Мы же помним 90-е, страшные 90-е годы. Голодные, холодные и безнадежные. Для меня, наверное, 90-е годы скорее были временем возможности. Но, конечно, было бы неправдой сказать, что это были спокойные годы. Были бандиты, были разборки, было отсутствие права и защиты. Но после войны с Украиной, чем бы она ни закончилась, Россию ждет гораздо более страшная картина, чем в 90-е. Тогда костяки преступности составляли не нашедшие из себя в нормальной жизни спортсмены. А сейчас это будут опытные, обстрелянные и слаженные в боевые подразделения солдаты. В 90-е годы основу боевого арсенала бан составляли биты, ножи, костеты и только иногда легкое стрелковое оружие. Сейчас это будут все виды вооружений, включая артиллерию и бронетехнику. А отдельные, особо одаренные персонажи из власти уже предлагают частным военным компаниям строить свои системы радиоэлектронной борьбы. Следом, видимо, частным компаниям предложат завести свои средства ПВО. Как ПВО действует в таких руках, мы уже видели. Уже сейчас мы можем наблюдать, как прошедшие войну ЧВКшники возвращаются к мирной жизни. В своем посте в телеграм-канале я собрал гораздо больше примеров того, что творят ЧВКшники, когда возвращаются домой. Это ужас и кошмар. В описании к этому видео оставлю ссылку на пост. Переходите и не забудьте подписаться на канал. Ну, сейчас мы говорим про отдельных персонажей. А что будет, когда домой вернутся сами компании? На карте мира есть целый ряд несостоявшихся или так называемых провалившихся государств, стран, где нет власти и закона, где отряды вооруженных людей, объединившихся по территориальному, родовому или какому-то другому принципу, или просто вокруг источника финансирования, делят власть и имущество. Знаете такое выражение? СССР – это верхняя вольта с баллистическими ракетами. Республика Верхняя Вольта – это нынешняя Буркина-Фасо, небольшая и бедная африканская страна. Имелось в виду, что СССР сочетает африканский уровень жизни с большими объемами смертоносного оружия. Так вот, благодаря Путину Россия рискует пойти еще дальше и превратиться уже в Сомали с ядерными ракетами. Сомали – это наиболее классический пример провалившегося государства. Территория, где государство потеряло свою главную функцию – монополия на насилие. И на которые идут постоянные вооруженные столкновения между бандитскими группировками и частными армиями. Нынешняя политика Путина ведет Россию именно к такому состоянию. С той лишь поправкой, что это будет Сомали на стероидах. Так как бандитские группировки и частные армии будут иметь намного более тяжелое вооружение, чем в Сомали. А сражаться они будут за доступ к самому большому ядерному арсеналу в мире. Путин уверен, что для него главное – это решить свои тактические проблемы по сохранению власти. Даже ценой потери государственной монополии на вооруженные силы. И он уверен, что сохранит власть и ему все сойдет с рук. Собственно говоря, все исходило с рук до сих пор. Но есть сильно отличная от нулевой вероятность, что в этот раз все зашло слишком далеко и Путин просчитался. Если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка – законченный мудак. 24 февраля прошлого года началось полномасштабное вторжение в Украину. Началась подлая агрессивная война. Эта война рано или поздно закончится. Я надеюсь, что она закончится справедливым исходом. Но чем бы ни закончилась война, России как государству будет очень нелегко пережить последствия чудовищной путинской авантюры. Диктатор буквально поставил на карту будущее всей страны. Я это говорю не для того, чтобы нагнать жути. Жути и без того хватает. Я это рассказываю, чтобы мы все представляли объективную картину того, на какой ноте закончится путинский режим. И с чем нам всем придется потом разбираться. Причем чем дольше этот кошмар будет продолжаться, чем больше людей пройдет через мясорубку, тем страшнее будут последствия. Счастливо вам. Легкого пути не будет. Но лучше не закрывать глаза на проблемы. С員. Продолжение следует...